МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. 1 сентября во всех десногорских школах прошли торжественные линейки, посвященные Дню Знаний. В этом году в десногорские школы в первый день сентября пришли более 2900 школьников, что на 100 учеников больше, чем в прошлом году. Во всех городских школах в этот день прозвенел первый звонок и прошли торжественные мероприятия. С началом нового учебного года учеников поздравили представители администрации Смоленской АЭС и руководители. Прежде всего хочу пожелать ученикам нынешнего учебного года активного участия во всевозможных конкурсах и викторинах, во всевозможных олимпиадах. Проявляя себя, вы успеете за этим самым быстрым потоком жизни и обязательно многого добьетесь в этой жизни. А возможностей для этого у вас в нашей школе, в третьей школе, всегда будет достаточно. Ребятам, показавшим отличные результаты в учебе, занявшим призовые места в конкурсах и олимпиадах, а также активно участвующим в общественной жизни школы и города, были вручены грамоты, благодарственные письма и удостоверения гражданин страны Росатом. Школьники преуспели не только в освоении наук, но и активно участвуют в общественной жизни города. Многие из ребят приняли участие во всероссийском проекте «Слава Созидателям». Также в этот день в школе номер три открыли современный кабинет химии и экологическую лабораторию по мониторингу окружающей среды. Это уже второй проект школы, который стал победителем в конкурсе социально значимых инициатив, проводимом госкорпорацией Росатом. В прошлом году на базе школы заработал оборудованный атом-класс. В этом году в десногорских школах первые уроки посвятили истории города. С ребятами встретились ветераны станции и первостроители Десногорска. Впервые за парты в этом году сели более 10 тысяч юных смолян, а всего в школы пошли 84 500 ребят. Своё 40-летие отмечает Десногорский детский сад «Чебурашка». В 1976 году, когда строители Смоленской АЭС только возводили корпуса первого блока атомной станции, готовили пойму Десны под затопление, и был построен этот детский сад. В те далёкие годы детский сад принадлежал управлению строительства Смоленской АЭС. Сейчас в детском образовательном учреждении функционирует 12 групп. Общее количество детей – 248 человек. В детском саду созданы все условия для их гармоничного развития и воспитания. Начальник по здравоохранению Смоленской области Владимир Степченков сообщил, что в следующем году регион планируется перевести на электронные медкарты, а это значит, что исчезнут очереди в медучреждениях. Для пациентов с полисами обязательного медицинского страхования будут созданы личные кабинеты, через которые можно будет узнать о своих посещениях поликлиники и оказанной им помощи. 1 сентября в Рословле на постамент возле локомотивного депо был установлен новый памятник паровоз L0850 в сцепке с 36-тонным тендером – специальным вагоном. В День знаний на площади у открытой городской эстрады состоялась праздничная программа для учащихся школ города. Подробности в нашем сюжете. Яркий незабываемый праздник подготовили для учеников Десногорска воспитанники Дома творчества со своими педагогами. На площади перед городской эстрадой со всех школ собрались главные участники. С началом нового учебного года учащихся поздравили представители градообразующего предприятия и глава города. В предстоящем учебном году я хочу пожелать всем ученикам внимательности и усидчивости, интереса к тому, что вам будут рассказывать, ну и, конечно, как результата итоговых высоких оценок пятерок. В этом году все ребята, которые пошли в первый класс, автоматически стали юными гражданами страны Русатом. Значки, подтверждающие это, первочкам раздали во второй день занятий в классах первостроителя. Я думаю, что они будут счестью и достоинством подтверждать свое звание – юный гражданин страны Русатом. Носить такой значок почетно и ответственно. Юным десногорцам придется теперь соответствовать этому званию. В Десногорске на пешеходном переходе водитель УАЗа сбил двух девушек. Дорожно-транспортное происшествие произошло в шестом микрорайоне. В результате девушки госпитализированы в медико-санитарную часть номер 135. А пока верстался выпуск, на пешеходном переходе возле магазина «Магнитно-Бродвей» избили маленькую девочку. Ребенок спокойно переходил дорогу по всем правилам. Когда на него, не сбавляя скорости, налетел автомобиль ВАЗ-21099. Девочку забрала скорая помощь. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД. С началом учебного года наезды на детей участились. Просьба к водителям автотранспорта – будьте бдительны. Режим движения в городе изменился. Детей на дорогах стало больше. В Смоленской области уничтожили более 90 тонн санкционных товаров. Под уничтожение в этот раз попали польские яблоки и грибы. Перевозчиков привлекли к административной ответственности. В Десногорске военнослужащие и подразделения специального назначения Центрального регионального командования войск в ходе выполнения задач по охране гособъекта обнаружили боеприпасы, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны. Специалистами пожарно-спасательного центра из земли были извлечены 50 минометных снарядов. С соблюдением мер безопасности снаряды были уничтожены. Рословский вагоноремонтный завод начал выпускать вагоны-платформы для перевозки лесоматериалов. На заводе уже отметили выпуск первой партии новых вагонов. 27 августа в спортивно-культурном центре Смоленской атомной электростанции состоялось родительское собрание секции баскетбола. Подробности далее в сюжете. Программа по развитию баскетбола в Десногорске начала работать два года назад. За это время сделано многое. Проведены десятки соревнований. Сотни детей и подростков активно занимаются этим видом спорта. В преддверии нового учебного года в спортивно-реабилитационном центре Смоленской АЭС прошло родительское собрание секции баскетбола, на котором обсудили работу прошлого года и наметили планы на предстоящий. В этот день наградили 10 ребят, которые активно занимались и уже достигли успехов в прошлом сезоне. Родители очень довольны, что их дети участвуют в этом спортивном проекте. Вы знаете, когда сейчас ребенок вышел на сцену за получением подарка ценного, где-то и восторг, где-то и гордость, где-то и понимаем благодарность к тренеру, потому что большое прилагает усилия к подрастающему поколению с работой непосредственно не только с моим сыном, но и вообще с нами. Ведет такой контакт. Огромное удовольствие. Учителя физкультуры тоже отмечают важность привлечения десногорских детей к этому и другим видам спорта. Когда ребенок ходит в одну секцию, это не обязательно, что он будет заниматься только одним баскетболом. Все равно будет тренер его разнообразить занятия, там будут занятия разнообразные. Эти занятия будут включать и плавание, и тренажерный зал, и настольный теннис, и даже волейбол будут играть и в разные другие игры. Это чтобы родители знали, вот у кого дети не ходят вообще в спортивные секции, это однозначно. Также в этот день был открыт уникальный баскетбольный стадион, который опробовали как юные спортсмены нашего города, так и именитые гости. Посмотрите, сколько детей у нас заинтересовано в спорте вообще. У нас в городе есть возможность заниматься любым видом спорта, поэтому мы как учителя, как тренеры в городе очень рады. Хочу сказать, что площадка удалась, площадка соответствует самым строгим требованиям, и дай Бог, чтобы мы дали ее, сохраняли в таком же виде, не ломали, не портили, и все у нас будет хорошо. Планируется, что в скором времени в городе будут построены еще две подобных спортивных площадки. Сегодня в Смоленске стартует 9-й Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров «Золотой феникс». Открыли фестиваль комедии режиссера-сценариста Веры Старожевой. Сдается дом со всеми неудобствами. 3 сентября в 16.00 на городской открытой эстраде состоится концерт живой музыки «Рок» в сентябре. Для десногорцев выступят группы из городов Королев, Калуга, Смоленск, Ярцево и Десногорск. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин